У вас 2102, 1973 года. 10 лет стояла в гараже. Три года назад вытащил ее оттуда. Выяснилось, правая сторона была подмята, пришлось менять двери и заднее крыло. Двери взяли с двойки донора, крыло новое лежало в гараже, было установлено. Машина разобралась в ноль, поменялась вся подвеска, подвеска вся новая, и голый кузов ушел на покраску. Двигатель был отдан в ремонт детальный, на расточку. Машина была светлее, кофе с молоком. Решил сделать вот такой, один из оттенков бежевого, темного, с перламутром. К сожалению с утра шел дождь, поэтому так в принципе видно. Хром весь СССР. Решетка новая. Друзья подарили вместе со значком. В гараже валялась. Очки новые. Хром весь новый. Подфарники новые. Бампер передний. Нашел на разборке. Новые очень тяжело найти и стоит денег хороших, приличных. Вот, поэтому нашел на разборке более-менее живой. Тоже в принципе без жучков. Внутри как обычно промовилен. Слуки новые, стоят с резинками. Поводки хром родные. Щеточки новые купил в магазине. Ну и есть хром. Можно в принципе резинку поменять, если это актуально. Зеркало хром. Зеркало было только левое. Добавил еще правое. Зеркало новое. Ну вид не испортила машину, по-моему. Насколько я думаю. Фонарики. Ну и все новое в принципе. СССР. Колеса родные с ушами. Были прокатаны, пескоструены, покрашены порошковой краской. Почти хром. Почти хром. Новое из хранения. В досток, в родной стоял который. Ну кое-какой хром тут остался родной. Ну просто почистили для хрома. Ручки новые. Никаких центральных замков, никаких электростеклоподъемников. Все как было. Открывается с руки. Зазорчики немножко гуляют. Ну это жигули. Никуда от нашего автопрома не денешься. В принципе машина с доработками, с небольшими. Ну по сути, я думаю, что она должна была такой выезжать. Их даже сейчас не могут до конца нормально сделать. Фонари задние. Новые. СССР. С хранения. Хвостовик. Освещение номера. Подсветки. Тоже новый. С хранения. Бампер задний. Новый. С хранения. Клыки соответственно. Шильда. Задний дворник. Устанавливался на машины, которые шли у нас на экспорт. Но это и был экспортный вариант машины. Поэтому дворничек здесь остался. Моторчик родной. Вот. Стекло заднее шло с обогревом. Старое стекло. Обогрев не работал. Поэтому заказывал на заводе Бор. Новое. Водосток тоже новый. Никакой Китая. Задняя полка. Ну вот мои доработки уже пошли. Значит. Взята четвертая полка. В ней ее обтянули. Она складывается пополам. Вот так открывается. Здесь запасочка. Родная с ушами. Тоже кардиан стоит. Резина. Пластик весь с салона красился. Все заделано шумкой. Сверху карпетом. Вот моторчик стоит. Теклоочистители. Их можно даже сейчас купить. Они до сих пор продают. Задний замок. Ну такая машинка. Больше стоит, чем ездит. Ну как говорят, такие машины вообще на эвакуаторе возят. Ну. Двигатель надо обкатывать после капиталки. Поэтому приходится. Иногда в выходной выезжаю. И салон. Салон полностью перетягивался. Включаю все пластиковые детали. Вот. Это передняя. Это вариант экспорта. Это у нас задняя. Очень мягенький диванчик. Карта дверей. Все по-новой перетягивалось. Ручки тоже обтянуты. И сделан аквапринт под дерево. Ну. Хотелось какие-то свои идеи все-таки воплотить. Пепельницы новые. Хром. Крышечки сделал аквапринт опять же. Пороги силуминовые. Новые. Пластик весь крашеный. Салон. Торпеда стояла троечная. На экспорт делали. Нашел копеечную. Ее перетянул. Также в гараже нашелся руль в оплёточке оригинальный. Приборочка родная копеечная. Единственное внутри все новое стоит. Датчики. Значит стоит трехрычажка. Хотя стояло двух. На наших. Но на экспорт делали трехрычажку. Я ее так с тремя и оставил. Сделал сейчас стеклоочиститель. С паузой стоит у нас. Как на иномарках. Наши выпускают ребята. Там где кнопка омывателя была. Сейчас. Стоит аварийная сигнализация. С руля шесты. Консоль. Делалась под заказ. Обтягивалась все. Часики поставлены. Прикуриватель. Обогрев заднего стекла. Молитофон в ретро-стиле. Ручка на балдажник. Более сорока лет ей. Изготовлена в Одессе. Друзья подарили мне. С крабиком. Все работает. Потолок. Эко-кожа перфорированная. Дермантин. Козырьки тоже все перетянутые. Зеркало хром. Для ретро-машины. Есть родная копеечная. Пластик салона весь перетянут. Стойки. Все. Сейчас покажу. Даже под ремнем тут видно. Цвет коричневый вроде не прогадал. Тут ручки стоят. Родные хромированные. Здесь ручки тоже все перетянуты. Здесь тоже ручки не видно, перетянуты. Сейчас заведем машинку. На подсосе как положено. Стоим на ручнике. Сняли. Сейчас включим. Подсветочку. Вот у нас двигатель работает. Тихо. Сейчас откроем. Капотик и пойдем туда. Вот это у нас двигатель. Двигатель родной. Единственное, так как стал он не 1,2, а 1,5. Был установлен 73-й карбюратор. Весь перебранный. Новый покупался, но пришлось перебирать по новой. Из допов еще стоит вакуумник. Вся тормозная система новая. Бачки все новые. Электрика вся новая. Нашли на складе одну единственную косу. Родиратор оренбургский. Копеечный. Под кривой, как положено. Зажигание бесконтактное стоит. Копеечный. Аккумулятор новый. Не знаю, слышно, как работает. Все отрегулировано. Все клапана. Масло полусинтетика. Шел. Здесь номер кузова. Номер двигателя. Все читается. С ГАИ проблем нет. Глушитель эстонский. Глушитель эстонский. Алюминиевый. Склад. Класс 2102. Полностью новый. Стартер новый. Генератор новый. Фактически все детали новые. Новые. Вся тормозная система новая. В тружочке. В общем, лет 50 еще эта машина будет ходить и ходить. Ну вот, горят подфарнички у нас. Сейчас пойдем включим свет. Вот так она у нас со светом. С ближним выглядит. выглядит. Задние фонари. Все горит. Работают. Это у нас выхлоп такой беленький. Дымок идет. Задний фонарь заднего хода. Коробка родная. Четырехступка. В 73 году на них не ставилась лягушка заднего хода. Поэтому задний фонарь включается просто с выключателя. по электрике. Коса взята передняя 11-я. Чтобы можно было реле установить нормально бачок умывателя. в целом сколь к пыль для фонарь. до конца подсос убрал машина стоит разговариваю ну в принципе я не режиссер я поэтому тяжело так было снять просто если какие-то вопросы будут там отвечу по телефону или сообщением напишу так что ну как то так в основном старался придерживаться оригинала получился такой родстер после капиталки вот пробег всего 295 километров значит по днищу бывшего хозяина все было покрыто суриком как внутри так и снаружи значит его отодрать даже невозможно было вот так настолько туда но сверху сделали покрытие антикоррозионная финская и четыре там или пять не помню слоев мастики лежит салон внутри мне фотографию присылал тоже финская антикором против ржавчины ну там все зачищалось также все промолили на все смазанное все отрегулированное особо больше даже но я не знаю там что не можно рассказать все что за три года там накопилось это наверное на целую книгу там можно это так что вот так вот звоните если что или пишите